Выделенные деньги на территорию Тарутинского сельсовета были ли таковы, если были ли таковы, почему мы допустили ЧАЭС там? Потому что недавно, буквально перед сентябрем отопительным сезоном, мы кричали, что все объекты ЖК 100% готовы. И никаких у нас рисков нет. И на самом деле, какова ситуация сейчас на территории Тарутина, хотел бы узнать. Все готово. Действительно было так. До 1 сентября котельные были все проверены, котлы вроде драйвера, они поискутали, все выдержали. В процессе эксплуатации полторутина получилось так, что котел номер 2 закипел, температура подняла до 200 градусов, и остановили, был порыв, затемпературил, и порыв был. Устранили его 29 октября, запустили, через несколько часов котел опять закипел, его опять остановили, аварийная ситуация была. Котлов уже 8 лет. Мы думали, что этот котел, раз испытание выдержит, будет работать этот год в полном объеме. Стали проверять конвективную часть и трубопробу, трубопробу не забить, конвективная часть, шовная труба оказалась, она по шву разошлась. То есть, комиссия посмотрели, проверили, пришли к выводу, что этот котел необходимо заменить. Поэтому, а котел-то номером 1, который в эксплуатации не находился с апреля месяца, значит, был проведен аукцион 25 октября на сумму 1,8 млн. рублей. Аукцион выиграл, ООО «Союз» выиграла, город Красноярск, на сегодняшний карат. Значит, по контракту он должен был этот котел поставить до 15 октября. Значит, 29 октября созвонился руководителем ЖУС Сергея Николаевича, он сказал, что мы сейчас только готовим этот котел в работу. То есть, раньше 10-го числа, значит, котел не будет изготовлен, поэтому только после 10-го числа котел этот будет установлен до 15, согласно заключенному контракту и графику. Поэтому было принято решение. Значит, да, я хочу сказать, что котел номер 3 в эксплуатации находится два года. Это тот же исполнитель этого подряда, ну, тогда он назывался он Карат, сегодня тоже работает не в полном объеме, не на полной мощности. Поэтому было принято решение, в связи с тем, что отрицательные температуры должны были наступить вот со вчерашнего дня, и чтобы не разморозить тепловую сеть. И было принято решение, значит, ввести ЧАЭС, значит, договорились с нового теплокомплекта, и в течение 16 часов котел был установлен. Сегодня этот котел работает в нормальном режиме, я сегодня был на Малиновой горе, температура у всех положительная, 65 градусов на подаче. Люди сказали большое спасибо, не жаловались.